Всем здравствуйте! Сегодня я вам буду показывать такой вот стол красивого фарфора. К нам приехали вчера тройки из Германии. Не успела я даже для вас видео снять и вообще вам показать. Многое разобрали, всего остались несколько троечек, поэтому я вам буду показывать. Первое, с чего я хотела бы начать, это молочник. Какая интересная у него форма. Форма ручки. Идеальная сохранность подзолота. На нем вот такие вот листочки. Уручная роспись. Это прям видно, как выполнено. Из такого вот красного терракодового крытья и оранжевого. По клейму это второй сорт. Завод пролетарий, который в Нижнем Новгороде основан. Такая вот красота. У него идеальная сохранность подзолоты. И вообще сам по себе он достаточно яркий. Интересная форма. Цена его 1000 рублей. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такие вот прекрасные розеточки. Они интересны самой по себе формы. Такие вот они волнистые. Идеальная сохранность у них подзолотая. Вот это все у них объемное. Он выполнен здесь. Вот такой вот интересный рисунок. По мануфактуре это Weimar. Пятидесятые годы. У нас в наличии три штучки. И они по 500 рублей. Наборчик 1500. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Такие вот они прелестные. Следующее, что я хотела бы вам показать. Вот такая вот чайная пара. Сама по себе форма. Это Ampere. Автор росписи Смирнов. Здесь выполнена ручная роспись. Вот даже видно, как каждый листочек расписан. Красота. Здесь еще подрисовка из подзолота. Подзолота в идеальной сохранности. По клейму это вербилки. Семидесятые годы. Распись была выпущена с 1970 года по 1975 год. Блюдечко. Тоже такое рельефное. С солонистым краем. С идеальной сохранностью позолота. И с изображением тоже колокольчиков. Колокольчики превосходные. Первый сорт. Легкий фарфор. Фарфор идет здесь костяной. Видно, как он просвечивает. Очаровательный. И цена такой чайной пары 1500. У нас в наличии 6 штучек. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Можно собрать весь набор. Так, следующее, что я хочу вам показать. Это вот такая вот интересная ваза. Здесь изображение сирени или лаванды. Перевязано все это вот таким вот бантиком. Интересная сама по себе форма. Интересная сама по себе форма. Закрепляется эта вазочка на трубу. И увлажняет таким образом воздух. И в сухости в комнате не бывает. Прелестная вазочка. Изображение здесь вот такой вот ветки. Очаровательное. Цена такой вазы 2500. К нам приехал снова кобальт. Посмотрите, какое красивое кобальтовое крытье. Без никаких либо сколов и трещин. Идеальная сохранность позолота по всему ободочку. Здесь вот такая вот красивая роспись. Традиционная. Очень красивое кобальтовое глубокое крытье. Снизу выполнен ободочек. И это у нас идет вне группы повышенной сложности. Конечно же это ЛФЗ. Ленинградский фарфоровый завод. Красное клеймо. Первый сорт. И цена 3 рубля 70 копеек. Смотрите, какая идеальная сохранность. Превосходно. У нас в наличии их две штучки. И они по 1000 рублей. Такие вот замечательные чайные пары. Дальше по форме Ампьер. Вот такой вот молочник. Посмотрите, какое у него красивое горлышко. Вытянутая. Внутри большая достаточно отводка широкой ленты из позолоты. Которая в идеальной сохранности. Сам по себе тоже здесь идет форма Ампьер. Как я показывала в чашечках, где колокольчики изображены. Идеальная сохранность самой позолоты. Очень легкий, как пушинка. Снизу ободочек. И вот это все, это рельефное. Прекрасный молочник. Очаровательный. Под любой сервиз. Такая красота. По клейму. Вербелки. Изображение лося. 70. Цена за такой молочник. 1000 рублей. Дальше хочу вам показать достаточно старенькую тарелочку. Тарелка. Столетний Томас. Света топленого молока. Изображение здесь таких вот фруктовых композиций. Как и реалистично здесь изображена клубника. Идеальная сохранность ободочка. Хотя тарелочке уже больше 100 лет. По клейму это старый Томас. Германия. Присутствует номерной знак. Тарелочка. Великолепная. В свою коллекцию. Тем более, кто хотел начать собирать предметы. С изображением каких-либо фруктов. Мне кажется, просто превосходное. Фарфор здесь не белый. Фарфор здесь цвета топленого молока. Такого кремового цвета. Очаровательная тарелочка. Которая несет за собой уже большую историю. Цена ее 3,5 тысячи. Такой вот заварочный чайник. Интересной самой по себе формы. С ручной росписью. Смотрите, какие здесь красивые цветовые сочетания. Такой ярко-розовый мак. Скорее всего. Лиловый. Такого вот лавандового цвета. И сероватые листочки. Расписано это все по золотой. Прекрасный чайничек. У него красивая форма самого носика. Интересная форма крышечки. С такой вот дырочкой. И здесь у нас идеальная сохранность позавода. В самом основании, где крышечка, присутствуют пятнышко из позавода. Удобная ручка. Крышечка без сколов, без никаких трещин в идеальной сохранности. Сам по себе чайник в идеальной сохранности. И по клейму это, конечно же, ЛФЗ и знак качества СССР. Знак качества на все предметы не ставился. А ставился на хорошие вещи. Достаточно редкие. И хорошего качества. Потому что в СССР это очень сильно проверялось. И просто так ничего не писали. Цена такого вот сервиза стоила 55 рублей в свое время. И, конечно же, это ленинградский фарфоровый завод. И цена такого чайника 2,5 тысячи. Троечка немецкой мануфактуры, которая приехала к нам из Германии. С посылочки осталось всего две троечки. Какая интересная сама по себе форма. Очень много позолота, которое в идеальной сохранности. Цвет здесь такого вот топленого молока. Три цветочка. Три розочки пастельных цветов. Форма чашечки. Вот такой вот юбочки из позолоты. На моей ручке выполнена вот позолота. По клейму. Это Винтерлинг, 60-е годы. Такая вот троечка. И такая вот десертная тарелочка. Смотрите, какая красота. Как это все светится, сияет, переливается. Очаровательное трио. И цена за трио 3,600. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Трио на самом деле очаровательное. Очень легкое, тоненькое. И пить с такого вот прекрасного набора. Чаечек по утрам или кофе. Просто великолепно. А дальше я хотела бы вам показать кофейную парочку. Ее почти не ощущаю. Она на самом деле как пушинка. Здесь изображение таких вот сакур. Скорее всего, ручная роспись. Посмотрите, какая идеальная сохранность позолоты. Вот здесь выполнены на сакурах жемчужинки из позолоты, которые ощущаются пальчиком. Интересная сама по себе форма ручки. На ручке изображена тоже позолота. И по клейму это у нас идет орига. Рижский фарфоровый завод. Здесь присутствует даже номерной знак. Чашечки очень прекрасные, красивые. С них пить кофе, мне кажется, великолепно. И блюдечко. Тоненькое, как скорлупка. Здесь идет такой вот рельефный край. И два ободочка. Очень красиво все смотрится. И цена за такую кофейную пару. Тысяча рублей. Она великолепная. Трио LFZ. Такая вот она очаровательная. Здесь изображение маков. Форма чашечки называется чайка. Вот здесь присутствует само клеймо. Папа-дочку позолота. Очень удобная чашечка. Очаровательная. И посмотрите. Роспись из позолоты. Позолота в идеальной сохранности. Конечно же, чайное трио полностью вручную расписано. Само блюдечко. Очень тоненькое и легкое. По ободочку выполнена позолота. Очаровательная вещь. Очень нежная и при этом яркие. Одновременно. И десертная тарелочка. На которую просто хочется смотреть и смотреть. Посмотрите, какая красота. Идеальная сохранность. Знак качества. И цена за трио две тысячи. В наличии есть несколько штучек. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. И посмотрите, как красиво смотрится эта тройка. Она прям очаровательная. Тем более, здесь ручная роспись. Ну и последнее трио, которое мне осталось вам показать. Это просто изящество. Тоже приехала к нам из немецкой распаковочки. Она обсыпана, можно сказать. Позолота и золото. Посмотрите, как это все сияет. Внутри вот такой вот узор. Чашечка сама по себе низкая. Выполнен здесь снизу такой вот ободочек. Позолота. Это чайная трея 50-60-х годов. Цвет тоже здесь такого вот топленого молока. Само блюдечко. Очень тонкое, легкое. Ну и, конечно же, десертная тарелочка. С таким вот медальоном. Это очаровательное чайное трио. Цена 3,600. Если вас вообще интересуют чайные трио. Распаковочки из Германии. Пишите мне на WhatsApp. Я буду вам скидывать рассылочку. Чтобы вы ничего не пропустили. Потому что скоро 8 марта. А на 8 марта, мне кажется, прекрасный подарок для девушки. Это троечка. Следующие. Это вот эти чайные пары, которые я вам показывала. Цветы осени. Смотрите, сколько здесь позолота. Она просто в идеальной сохранности. Полностью вручную расписана. Форма ампир. Ручки очень удобные. Смотрите, какая крышечка в форме такого вот конуса. Какая же идеальная сохранность позолота. Сама по себе она такая вот тоже рельефная. Снизу ободочек из позолота. Крышечка в идеальной сохранности. Крышечка в идеальной сохранности. Без колов и без каких-либо трещин. Очаровательная вещь. И вот саму клеймо. Цена сахарницы 2000. Какой же красивый сегодня нас варфор встречает. А мы сейчас переходим к молочникам. Хотелось бы вам показать редкий молочник, про который я вам уже рассказывала. На таком вот черном крытье. Это вещь для коллекционеров. Здесь идеальная сохранность позолота. Выполнена здесь тоже. Ручная роспись. Редкий сервиз. Называется парад цветов. Ручная роспись. Каждый лепесточек. Выполнен вручную. Идеальная сохранность позолота на таком вот черном крытье. Ручка. И у нас здесь клеймо ДФЗ вербилки. Клеймо старенькое. 50-х годов. Очаровательная вещь. Цена его 4000. Люди, которые собирают редкие вещи, мне кажется равнодушными не останутся. Тем более он очень красивый. Такая вот декоративная тарелочка. С изображением кошечек. Таких вот котят в корзинке. Просто такая душевная. Есть, посмотрите, бабочки. Я приехала к нам из немецкой распаковки. По клейму это Кайзер. Германия. Есть также на тарелочке вот такой вот подвес. очаровательный. Прекрасные котятки. Такие прям прелестные декоративные тарелочки. Цена ее 2500. Ну и осталось мне показать вам последний молочник. Молочник из сервиза. Розовая ветка. Смотрите, какая у него интересная сама по себе форма. Такой вот он весь квадратный. Интересная ручка. Видит, такой запятой. Небольшое горлышко. Очень оно невысокое. Идеальная сохранность позолота. Ну и, конечно же, очаровательный мак. Клеймо. Великолепная золотая ветка. И цена такого молочника 1500. Какая же все-таки красота. Показала я вам все предметы. Они все какие-то уникальные, особенные. Поэтому, если вас что-то заинтересовало. Заинтересовали, может быть, троечки. То пишите мне на WhatsApp. Ставьте брони. И наслаждайтесь хорошей, красивой посудой. Спасибо большое за просмотр. Всего доброго. До встречи. Какая же красивая тарелочка. Просто великолепная.